Есть ли вопросы ко мне как к Личности, может быть? Будет ли правдив расклад, если я загадываю мужчину священнослужителю? Очень классный вопрос. Священнослужитель — это вы, дорогая, это я, дорогая. Мы все священнослужители своего рода. Что касается священнослужителя, который ходит на работу такую, он просто такой же человек, как вы. Конечно, расклад будет правдивый. Он ничем не отличается, он никакой не святой. У меня нет святых на земле. Огромное спасибо, Марина, дорогая, спонсор. И Асул Алиева, огромное спасибо, спонсор. Елена, спасибо за донат, дорогая, Ниошнова. Извините, если я немножко неправильно произношу фамилии. Вот смотрите, вас только что бросили. Есть ли там другая? Вас только что бросили. Девочки, закон эзотерики. Если вас бросили, бросьте и вы. Понимаете? Если судьба, он вернется. И тогда и вы вернетесь, если захотите только. Уважайте и любите себя, и вы будете счастливы. Дорогая Валентина, спонсор, бронзовая медаль. Огромное спасибо. Спасибо всем, кто пишет добрые слова. А если у вас вопросы ко мне? А как просмотр расклада действует на загаданного человека? Очень интересно. Да только что сказала вам. Ну вот если я взяла для вас карту Лилия. Человек квантово, с которым вы связаны, с которым у вас отношение, он тоже поймет, что нужно с вами быть честному и достойному. Понимаете? На него расклад влияет. Именно по моей системе. У каждого предсказателя своя система. Кто читает карты как в 19 веке? Это карты 19 века. Я считаю их как в 21 веке. У меня особая система и методика. Я вообще эзотерик и алхимик. Я изучала алхимику профессионально в Ванкувере, в Гомеопатической Академии. Четыре года. Так что можно положиться, что мои знания неправдивые. All right. Какие вопросы есть? Где вы преподаете? Ну у меня своя академия. Она онлайн. Конечно. Да, Марина. Онлайн. У меня есть сайт. Под каждым видео есть сайт. И там вы найдете мои уроки. Можно вопросы задавать и так далее. Как вы попали в Канаду? Ну мы приехали сюда работать очень давно. Ну как работать? Ну иммиграция была. Но это было 30 лет назад. Тогда еще можно было. Если ваша профессия нужна была в Канаде, вы могли подать заявление и приехать. Дальше. Фото мужа. Покажите фото мужа. А у меня муж, он со мной делает видео. Он вообще занимается тоже астрологией и картами. Он рунолог. На канале Ко Лена есть его видео с рунами. И его видно на наших разговорных каналах. Он тоже со мной делает видео. Спасибо, Елена. Спонсор. Спасибо, Елена Корчагина. Когда день рождения у меня? Зачем вам это нужно знать? Да, у меня взрослые дети. Они оба врачи. Какие карты купить для начала? Ленорман лучше всего. Но Ленорман любые подойдут. Даже самые красивые. Когда там много всего нарисовано. Смотрите, какой Мишка замечательный. Они даже лучше. Потому что вы будете эстетическое удовольствие получать. Кстати, смотрите. Мишка рядом с картой мужчин. Кто там сомневается, любит ли он вас? Он вас желает сексуально. Не просто любит. Спасибо, Светлана. Вы тоже весы. Замечательно. Давайте посмотрим. Если у вас у кого-то сложный день. Какой-то хочет посмотреть. У кого-то сложный вопрос. Какая карта вам поможет вопрос решить? Я так бы сказала. Девочки, загадываем. И мальчики у нас здесь есть. Владимир есть. И какой-то мальчик уже даже донат сделал. Так что мальчики тоже меня смотрят. Все больше и больше. Потому что они понимают, что я более такой серьезный человек. Елена, дорогая. Вы прислали аж целых 10 долларов. Это очень много. Я вас благодарю от души. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Асала Леева. Огромное спасибо за донат. Давайте, знаете что? Сейчас посмотрим. Каждой из вас, девочки. Кто сейчас на стриме. Загадайте свою проблему, девочки. И мальчики тоже. Вот Василий есть. Давайте загадаем вашу проблему. А карта вам ответит, как эту проблему решить. Потому что карты, ведь они имеют глубокий смысл. Это не просто там да и нет. Вот смотрите. Я беру карту. И она ответит на ваш вопрос. Как вам проблему вашу решить? Вот это карта ребёнок. Во-первых, для многих, кто решает проблему сейчас, нужно вернуться к началу. Да, вот Светлана пишет «Сложный день». И другие люди пишут «У меня сложный день будет». Вот смотрите, девочки, как и мальчики. Как вам этот день прожить? Что нужно сделать, чтобы день получился? Это карты ребёнок. Обратите внимание, что здесь ребёнок делает. Он радуется жизни. И ребёнок — это всегда начало. Какая бы у вас ни была проблема, вспомните, как всё начиналось. И если сейчас дела пошли не очень хорошо, где-то в начале что-то было не так, вам нужно вернуться к началу. Вообще-то всегда можно прошлое переписать, вспомнить, с чего всё начиналось, какие у вас были интенсы. Интенсы, говорят по-русски, всё теперь перековеркано, intentions, то есть намерение в этом деле. Что пошло не так? Куда пошла кривая? Вот со дня, когда вы это дело начали делать, или там встречи, знакомства, бизнес, дела, может даже суд. И к чему сейчас всё пришло? Что за кривая произошла? Вернуться всегда нужно к началу, чтобы узнать, что не так, чтобы помочь себе. А также, если у вас трудный день будет какой-то, да, прежде всего нужно знать, что любой трудный день нужно approach, то есть к нему подходить, а с менталитетом ребёнка. А это менталитет, свободный от предрассудков прошлого. Ну, например, такой negative self-talk. Так негативно мы с собой разговариваем, ой, да у меня не получится, да я уже старая, да вообще ничего не выйдет. Вот это нельзя, никакой ребёнок так не думает. Нужно себя погрузить в состояние ребёнка в этот день. Например, у вас встреча. Если вы придёте на эту встречу как ребёнок, спокойный, расслабленный, глаза широко открыты, видите ситуацию такой, какая она и есть, без всяких привязок к прошлому. Ведь у ребёнка нет привязок к прошлому, он всё видит каждый день по-новому. Ваши конкуренты, компаньоны, ваш, может быть, новый партнёр или новый мужчина. Ну, какая бы ситуация ни была, какой бы трудный день ни был, либо же там в больницу вам нужно. Вы поймёте, что с этим можно работать. Я живая, значит, всё будет хорошо. Я это решу, эту проблему. Ребёнок решает. Он решает в положении игры. Жизнь для ребёнка — это приятная игра. Знаете, в «Пиковая дама» Пушкина, да и Чичайковский так написал, там, знаете, драматично, «Вся наша жизнь — игра». Страшная вещь в той ситуации, что проиграть-то можно. Но это плохой, негативный подход. А позитивный подход — это игра ребёнка. Вот там в бабки, в дом. Помните, дети играли в работу? То есть позитивная игра, конструктивная игра, по-детски играть в жизни нужно. Знать, что «Эй, это интересно, я же играю, я же живу». А вот это «Вся наша жизнь» — игра. Там «Добро и зло», тарам, па-пам, из «Пиковой дамы». Зачем нужен этот напряг? Или что «День грядущий мне готовит», как у Ленский пел в опере Евгения Онегина. Нельзя, девочки, так жить. Не нужно такими шаблонами жить. Вообще ребёнок без шаблонов живёт. Взрослые же мы живём по шаблонам. И мы говорим, загадываем у карт, спрашиваем. У меня будет трудный день. Уже в этом шаблоне есть вот это, что «День грядущий мне готовит» и такое всё. или там, да, поняли. А нужно, как ребёнок, жить с радостью. Обязательно этот день будет лёгкий, принесёт вам даже удовольствие, и вопросы ваши решатся. И ещё, кстати, ну ладно, если в любом случае вам тяжело принять то, что я говорю, потому что это непросто. Если у вас сложный действительно день, одно дело сказать, а другое дело прожить сложный день. Я понимаю. Я могу сейчас сделать простое чтение. Вот такое. Простое. Карта ребёнка – это хорошая карта. Видите, цветы. Ребёнок на качели катается. Так что кто спросил, «У меня тяжёлый день». Вышла лёгкая карта. Ведь ребёнок в лёгком летнем платье. Он качается на качели, улыбается. Кругом лёгкие цветы. Значит, вот то, что вы сказали, у вас будет трудный день, всё неправда. День будет лёгким. Высшие силы переделают трудный день на лёгкий день. И в этот день всё пойдёт хорошо. Главное в это поверить. И тогда мозг начнёт сам придумывать план, как переделать трудный день на лёгкий день. Ну я могла бы здесь, наверное, ещё час эту карту читать, но я, наверное, закончу. Ну вот такой ответ для всех людей, кто смотрит в записи. Потому что, конечно, это будет в записи. Этот эфир. Как пройдёт мой день? Кто-то спросит, у меня трудный день. Как он пройдёт? Ну вышла лёгкая карта. Если бы вышла сложная карта, там гора, например, да, и то можно было бы там увидеть позитив. Я бы всё равно увидела для вас позитив. Но здесь и так мне не нужно ничего говорить. Просто посмотрите на лёгкую карту ребёнок, и ваш день будет лёгким. Ну вот, здесь я закончу читать эту карту и прочту, что вы ещё пишите, пока я читала её. Огромное спасибо, кто донировал, пока я читала карту. Девочки, не обижайте, что я называю добрых людей. Ну а как же иначе? Итак, есть ли вопросы ещё ко мне? Я вообще вышла просто рассказать о себе, если кого волнует, интересует. Интересую я. Юра Марчине, по-моему. Извините, если неправильно прочитала. Огромное спасибо за ваше спонсорство. Вот. Какие ещё есть вопросы? Как вы пришли к своему предназначению? Вот это очень интересный вопрос. Предназначение у каждого человека есть. Есть общее предназначение, например, жить и радоваться. Это у всех есть. Но ещё есть предназначение по талантам и расположенностям у человека. И мы должны просто спрашивать себя, что я люблю делать и делать это, а не просто вот ждать. Я всегда делала то, что люблю, и это очень легко найти своё предназначение таким образом. Ирина Медведева, огромное спасибо за бронзовую медаль, спонсор. На выздоровление. Ну, смотрите, я когда делаю расклады на здоровье, их никто не смотрит. Потому что, наверное, это не интересует людей. Но здоровье будет обязательно поправляться, если вы улучшите свой образ мышления. Да, психическое здоровье, оно помогает физическому здоровью. И когда начнёте менять образ жизни. У меня есть канал такой, называется «Здоровый образ жизни», по-моему. Он теперь переименовался, по-моему. Называется «Счастливый образ жизни». Там я говорю о здоровье. Вот кто пишет «Помогите». Ну, вот расклады мои вас воодушевляют на то, чтобы вы помогали себе, понимаете? Я не верю, что нужно заказывать гадания, личные, как это было модно в 19 веке. Я верю, что вот мои общие расклады, они могут всё сделать, что нужно для вас. Спасибо, Асал. Асал, вы уже третий раз высылаете донат. Мне даже неловко. Огромное спасибо. Больше не нужно. Окей. Какие ещё есть вопросы? Река Калтамар. Как пользоваться сосудом? Можно сосуд наполнить водой, когда вы делаете чистку, а потом отпивать немножко от этой воды. Вода заряжается, она становится священная. У вас сейчас сумерки? Да нет, у меня утро. У меня утро просто, что... Я же говорю, это стрим, он плохо видно. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.